Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова представителей из 50 стран мира. Приглашаю вас также принять участие в этом представительном мероприятии в Казани в Республике Татарстан. Деятельность группы способствует приходу на российский рынок инвесторов из исламских государств. Сейчас совместно с Исламским банком развития прорабатываются вопросы становления в России исламского банкинга. В ходе заседания группы в Казани в прошлом году были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Исламским банком развития и рядом российских финансовых институтов. Совместные религиозные и богословские мероприятия стали хорошей площадкой для обсуждения актуальных проблем исламского мира и борьбы с экстремизмом. Данная встреча способствует консолидации мусульманской умы на принципах традиционного ислама, а также решает культурно-просветительские задачи. В свою очередь проведение общественных и научных форумов служит расширению диалога религии и науки экспертного сообщества. Важным результатом этих мероприятий является совместная работа по выявлению основных причин вспышки радикализма и разработке идеологической платформы по противодействию экстремизму. По итогам международного форума мусульманских религиозных деятелей была принята декларация «Исламские религии против экстремизма», которую мы передали в ряд мусульманских стран. Кроме того, мы провели уже три международных форума журналистов мусульманских стран против экстремизма. Очередной состоится в Москве. Меньше месяца назад в его участнике было принято обращение к Генеральному секретарю ООН о необходимости разработки мер по закрытию экстремистских интернет-сайтов. Журналисты в очередной раз сошлись во мнении о необходимости совместной информационной борьбы против терроризма. Также в рамках деятельности группы выпущены и готовятся к опечатке ряд книг на русском и арабском языках. Запущена работа веб-сайт, который функционирует на трех языках – русский, английский и арабский. Организованы съемки фильмов о выдающихся политических и общественных деятелях в Ближнем и Среднем Востоке. Все это, несомненно, способствует нашему возближению и лучшему взаимопониманию. Очередное заседание группы стратегического видения «Россия и славский мир» принимает у себя гостеприимная Чеченская республика под руководством Рамзана Ахмадовича Кадырова. Это глубоко символично. Чечна на себе испытала все ужасы терроризма. Первый президент Чеченской республики Ахмад Хаджи Кадыров внес огромный вклад в искрение этой проблемы в республике и в России в целом. Нынешний глава республики не только продолжил дело с воеваться, но и приумножил его. Результаты этого кропотливого труда на лицо впечатляют достигнутые успехи. Мы сегодня заседание заседаем в грозном столетии Чеченской республики, благоустроенном, современном, динамично развивающемся городе, который является любимым не только для жителей, но и для многочисленных туристов из России и зарубежных государств. Полагаю, таких результатов сложно достичь в одиночку, не ощущая дружеского и братского плеча рядом. Восстанавливать республики помогала вся страна. В то же самое могу сказать и о Татарстане, где определяющими факторами развития стали взаимопонимание и взаимопроникновение культуры, а также стремление людей жить и созидать вместе. Междунациональный и межконфессиональный мир – опора российской государственности. Это стало нашей уникальной особенностью, которую мы бережем и развиваем. Является ключом к решению многих насущных проблем, с которыми сталкиваются и ваши страны. Терроризм и радикализм – это угроза не только для мусульманских стран, но и для всего человечества. Мы готовы делиться своим опытом, поскольку уверены, что с вызовами, которые ставит перед нами современность, можно справиться только сообща. Как подчеркивалось приветствие президента России Владимира Владимировича Путина, мы и дальше будем продолжать курс на сближение с мусульманскими странами, так как считаем себя частью исламского мира. Вместе с тем, очевидно, что больше всего от действий террористов страдает сами мусульмане, и именно от нас должна исходить инициатива по противодействию этому злу. Мы считаем, что деятельность группы стратегического видения «Россия – исламский мир» с его возможностями и многочисленными площадками способна принести ощутимый результат. Вознавшим условием достижения цели являются взаимовыгодные экономические сотрудничества между нашими странами. По этой причине основной темой нынешнего заседания группы стало экономические взаимодействия. Дорогие друзья, желаю всем участникам заседания плодотворной работы, а также приятных впечатлений от пребывания в прекрасной республике и прекрасного нашего хозяина Рамзан Ахмадовичу. Большое спасибо вам, успех! Редактор субтитров А.Семкин